В минувшие выходные в театральном центре Жаворонки собралось много интересных гостей. Представители Краеведческого музея и клуба местных поэтов «Полет души». Почетных жителей поселения, журналистов, бывших студийцев, друзей центра и просто неравнодушных к творчеству Владимира Высоцкого. У меня сын насчет этих мероприятий очень так хорошо работает. И мы, вот он узнал, и вот мы в боем сегодня пришли, и он меня пригласил. Это высокая прошлая культура, которая лучше, что у нас есть, и с которой мы, в общем, живем до сих пор с удовольствием. Ее принимаем и повторяем, и, наверное, это будет продолжаться даже следующими поколениями, дай так Бог. В этот день организаторы объединили два события. Показ спектакля «Я гений. Прочь сомнения», посвященного Владимиру Высоцкому, премьера которого состоялась в январе этого года и открытие выставки, которая включает в себя историю, экспозицию, календари мероприятий, публикации, статьи, фотографии и, конечно, легендарную гитару. Во время открытия выставки в арт-кафе звучали песни кумира многих поколений и стихи местных поэтов. В театральный центр «Жаворонки» и личный руководитель театра главный режиссер Ольга Кобецкая преподнесли эксклюзивный подарок – это легендарный магнитофон «Романтик». Люди, которые были на квартирниках Высоцкого, приходили туда для того, чтобы записать легендарный голос. Этот магнитофон побывал на тысяче квартирниках. У меня дома огромное количество катушек. И, в общем-то, я выросла на песнях и стихах Высоцкого, хотя на квартирниках не была. С этим магнитофоном ходила моя старшая сестра, а я уже ходила в театр на Таганке. Сегодня мы говорим не только о Владимире Высоцком. Мы говорим о гениальности нашего русского народа, который рождает подобных самородков. Но, к сожалению, эти люди не в состоянии, наверное, прожить очень долгую жизнь. Потому что мы, работая над спектаклем, даже удивлялись, как можно вообще, написав столько песен, столько темы, сыграть столько ролей, вообще, как можно было вообще дожить даже до такого возраста. Ольга Николаевна очень волновалась, ведь уже через несколько минут ее выход на сцену. Делает она это крайне редко, но сегодня именно такой день. В спектакле «Я гений, прочь сомнения» собрал полный зал. Актеры играли свои роли, будто проживая моменты жизни, легенды, советской музыки, театра и кинематографа. Зал буквально замирал во время исполнения песен Владимира Высоцкого. Не будут золотыми горы, и я последним всем пересеку, и я ему припомню эти шторы, заспою отстану на скаку. Замечательный поэт ушел из жизни в самом рассвете своих творческих сил. Ему было всего 42 года, но память о нем будет жить вечно. В этом уверены абсолютно все собравшиеся на теплый и дружественный вечер в памяти одного из лучших бардов всех поколений. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».